Здравствуйте! Дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые, в этом удивительном мире сказок и приключений случаются самые невероятные, самые фантастические события. Сказка начинает. В плане армяне для Ирана сделали очень многое. Иранцы часто говорят касательно армян, вот в простонародье, нация первых, нация, которая впервые привнесла что-то в Иран. А что это было первое? Это театр, это кино, это типография, это опера, это даже пицца. Пицца, вот итальянское культурное явление, масс-культура, скажем так. Пицца тоже в Иране впервые, как говорится, пиццу тоже принесли армяне впервые в Иран. И в этом плане мы должны считать себя хозяевами Ирана, как бы парадоксально это ни звучало. Мы прощаемся с вами до нашей следующей встречи. До свидания. И дорогие ребята, и уважаемые товарищи взрослые. Театральное искусство имеет в Иране давнюю историю, которая восходит к древней эпохе, тысяча лет до нашей эры, 641 год нашей эры. В это время предки племени армян еще прыгали с веток на ветки и ели плоды обезьяньего яблока. Зарождение театрального представления связано с протокольными церемониями, на которых воспевали национальных героев и персонажей эпоса, а также оскорбляли врагов. Геродот и Ксенофон упоминают театральные представления, напоминающие сегодняшние религиозные церемонии сродни Теазие и Синезани. То есть можно сказать, что первый театр в Иране имеет глубокую связь с событиями Кирбилы и другими событиями жизни пророков, которые обычно называются Теазие. Новый европейский театр, как и многие другие западные явления, появились в Иране во времена Насрадин-Шаха. Правление Заман-Хана, написанное Мирзой Агат-Абрези, является первой написанной постановкой, восходящей к временам каджаров. До поездки Насрадин-Шаха в Европу театр, кроме Теазие, ограничивался рядом базарных постановок. Персонажи выступали импровизированно и воспевали Шаха. После поездки в Европу Шах издал указать построить в Тегеране салон для современных постановок. С Конституционной революцией произошли изменения в культуре, которые также затронули и театральное искусство. Пионером персидского кинематографа считается Мирза Ибрагим Хан, который снимал до 1915 года, известный под именем Аказ Баши, официальный фотограф Мазаферидин Шаха. На камеру Гамон, приобретенную в 1900 году во время визита Шаха в Европу, Аказ Баши снял фестиваль цветов в Остенде, львов в шахском зоопарке Фарахабада и процессию в день Ашуры в Тегеране. Эти первые иранские фильмы сегодня утрачены. Напомним, что в 30-е годы в Иране действительно был режиссер армянской национальности Аванес Аганян, который снял один фильм, но основываясь на это утверждать, что кино в Иран принесли армяне вверх цинизма, высокомерия и глупости. Появление первой типографии в Иране относится к периоду сифевидов. В это время армянские священники в Новой Джульфе в Исфахане, с милости Шаха, получили разрешение на пользование и напечатали множество христианских молитв. По словам двух иностранных путешественников, во время правления на Диршаха Афшара в Иране было напечатано и распространено большое количество буклетов и листовок на латинском и арабском языках. Но полноценное формирование и развитие печатная промышленность приобрела только при Аббасе Мерзе. Аббас Мерза ознакомился со многими отраслями промышленности, развивающимися в Османской империи, так как его новосозданное правительство находилось в непосредственной от нее близости, в городе Тибрис. По этой причине он стал сторонником развития различных передовых идей в военной и политической сфере. Также он желал преодолеть существующее отставание своего государства от других стран в различных областях. В тот период типография была нужна для выпуска газет и в особенности научных книг. Это стало возможным при всеобъемлющей поддержке Аббаса Мерзы, который заложил основы книгоиздания на персидском языке посредством ручного набора. Как видим, и здесь армяне лишь воспользовались типографией для своих целей, а не являлись теми, кто принес типографию в сегодняшний Иран. Азербайджанка из Тибриза, бывшая императрица, Шахбану Ирана, супруга последнего повелителя 2500-летней персидской монархии, Фарах Пехлеви. Велика роль Фарах и в покровительстве исполнительским искусствам. Одним из ее любимейших детищ стал оперный театр Рудаки. Своеобразный символ культурной политики шахской администрации. Опера, балет и симфоническая музыка занимали существенное место в культурно-просветительской деятельности Фарах и ее супруга. В Тегеране был создан значительный оазис европейской музыкальной традиции в Азии. Качество спектаклей театра Рудаки оценивалось мировой критикой весьма высоко. Оно достигалось благодаря привлечению высококлассных исполнительских сил со всего мира, чему способствовало в значительной степени щедрое финансирование театра из шахской казны. Наверное, если бы при жизни Фарах Пехлеви вы захотели бы ее сильно рассмешить, то должны были бы ей рассказать, что оперу в Иран принесли армяне. Продолжение следует... Продолжение следует...